Всем привет! Меня зовут Игорь. Более известен в комьюнити как Игорёха13. И сегодня я запишу свое первое видео для сайта pekerstas.com. Вначале пару слов скажу о себе. Последние пару лет я являюсь регуляром лимитов NL400-600. Но в связи с некоторыми личными обстоятельствами я не играл последние три месяца. И сейчас по возвращении в покер, в связи с тем, что достаточно давно не играл и панкрон немножко уменьшился. Я играю NL200 на покеркинг. Сегодня будем разбирать мою живую сессию, которую я записал совсем недавно. Я пару раз пытался записывать сессию с живыми комментариями, но мне как-то это показалось уж слишком сложно одновременно играть и объяснять. Вот, поэтому принял решение разбирать игру в записи. Я надеюсь, нам все понравится. Были интересные моменты достаточно в этой сессии. Ну и в целом я хочу показать вам, продемонстрировать себя как тренера, показать на какие вещи я обращаю внимание во время игры. Это, наверное, будет даже более важно, чем сами раздачи, которые будут здесь происходить. Вот. Поехали. Самая первая раздача у нас с дома 8 на четвертом столе. Мы открылись фиша. Фиш 64 на 7 достаточно широкий. Иногда я буду принимать некоторые решения. У меня здесь вне зоны захвата будет еще статнейм. И ну вот конкретно сейчас, например, у меня на фиша всего лишь 15 рук. То есть у меня недостаточно актуальные статистики для того, чтобы принимать оптимальные решения. Но, возможно, некоторые решения будут основываться на той информации, которую я буду получать там. Вот. Но я буду это, скорее всего, озвучивать себя. Вот. Попадаю в такую доску против фиша с пипом 64. У меня, по сути, два плана на розыгрыш. Я могу... Ну, и оба они играются через комбет-флопа, да. То есть изначально я хочу на флопе собрать вэлью с каких-то его полупустых рук, типа валет 10. Специально для этого подбираю сайзинг таким образом, да. То есть 1,99 в банк. Там банк был 5,7. Чтобы он протащил руки, типа там валет 10, иногда валет 3 даже люди колют, да. То есть у человека в пип 64. И по терну, в зависимости от того, что это за фиш, насколько он агрессивный или пассивный, я бы принимал решение либо играть от чека для того, чтобы агрессивного фиша спровоцировать на блеф со всем его широким диапазоном, который он протащил на флопе, предположительно, да. Ну, то есть это руки вообще какие-то рандомные. Там король 7, дама 4. Я предполагаю, что все он их колет на флопе. Если фиш агрессивный, то он обязан меня их ставить по терну. Либо, если фиш пассивный, я могу сыграть еще... еще один микро вэлью бет для того, чтобы добрать его восьмерки слабее, чтобы добрать его каких-нибудь рук типа шестерок, чтобы он просто вколил, например, руку король 9, которую он не сможет выбросить, да. Ну, я, по-моему, именно так и сыграл в этой раздаче. Я поставил там ставку типа четверть пота. Вообще, на самом деле, это очень важно, применять нестандартные сайзинги против фишей, да. Игра с фишами это вообще... Раздача с фишами это раздача, в которых мы, как регуляры, должны думать намного больше, на мой взгляд, чем даже в раздачах против регуляров. Потому что оптимизация игры против фишей несет очень много вэлью вэлью в себе. Потому что их деньги легче просто-напросто забирать. Вот. Раздача на третьем столе. Открывается регуляр из достаточно ранней позиции. У него фолд на 3bet 57, колл 3bet range 5 и 4bet range 5, да. То есть, вообще, когда я размышляю о том, чтобы 3бетить такие руки, как девятки, например, дам и валет, я хочу, чтобы оппонент больше защищался коллами, чем 4бетами, да. И когда я вижу, что оппонент защищается и коллами, и 4бетами примерно одинаково, это делает мой 3бет потенциально менее выгодным. Потому что, когда я буду получать 4бет, тем более, это МССник, я буду просто получать пуш. С девятками я не хочу коллить пуш против ранней позиции. И из-за того, что у меня достаточно хорошая рука для того, чтобы играть ее постфлоп, но не достаточно хорошая для того, чтобы ее 3бетить конкретно против этого оппонента, я сейчас обращаю внимание на то, как часто против меня играют сквиз оппоненты позади меня на СБ и ББ. Вот сейчас я это заметите, да. То есть я посмотрел на то, как часто СБ сквизит против ранней позиции это 3%, да, ну то есть это вообще ни о чем можно сказать. И второй игрок на ББ сквизит против ЕП 5%, и я принял для себя ментальное решение, что я буду коллировать, если не будет больше коллов в этой ситуации. Но фиш исправил все, подбил, и когда фиш в банке, это становится намного более выгодный сквиз. Я не хочу играть колл там, скорее всего в 4 или 5 в Айпоте с девятками даже в позиции, да. Мне кажется намного лучше здесь играть через сквиз. Регуляр будет оценивать этот сквиз как достаточно сильный, потому что я сквижу против ранней позиции его, да. А у фиша 60% диапазон колла, ну точнее 60% в пип. И против него это просто easy value сквиз. Он может очень много рук хуже заводить. Но это по сути моя цель сейчас остаться один на один в банке против фиша. Да, в итоге так и получилось. На ту информацию, что я сейчас вижу, этот оппонент играет 60 на 13, с венту шоуданом 43, но правда у меня всего 45 рук на него. Возможно у меня была какая-то более расширенная статистика на него в статнейме, да. Но сейчас я этого не вижу. С девятками против его диапазона, который я вижу как достаточно широкий, он может быть там процентов не знаю 25 даже наверное его диапазон колла этого сквиза, да. И это у меня easy value bet сейчас потому что он может колить руки типа туз валет, там туз 10 любую там 6-7, 6-8, восьмерки, семерки какие-нибудь туз 5 вообще гадшоты типа 9-7. В общем я считаю, что у меня достаточно много value против диапазона фиша несмотря на то, что на доске есть одна оверкарта. Единственное для того, чтобы спровоцировать его ну на кол с руками типа туз валет, которые ну по сути не всегда колятся наверное на такой доске. Если я например поставлю сюда 17 долларов ну 17 блайндов то скорее всего фиш может и выбросить, да. Ну мне опять нужно подбирать ставку таким образом, чтобы фиш колил то, с чем я хочу, чтобы он заколил. Ну и в этой ситуации я выбрал ставку чуть меньше чем полпота. Мне она сейчас тоже нравится. Если бы я сейчас играл, я бы сыграл наверное точно так же. Ситуация с тузами она начиналась вне зоны записи. я просто открылся из ЕП3 и меня на НП2 закорил оппонент регуляр, на которого у меня не очень много рук. И вообще в целом моя стратегия в этой ситуации основана на том, что я отталкиваюсь от того, насколько агрессивно оппонент реагирует на мои чеки, да. И в целом вообще ситуация, когда мы открываемся и меня меня калирует оппонент будучи в позиции эта ситуация не очень классная для нас, как для префлоп-огрессора. мы играем без позиции иногда даже без перевеса по equity да, и и это говорит нам о том, что мы не имеем права здесь прям очень сильно агрессивничать, да. Но иногда, если оппоненты играют против нас пассивно, мы можем играть достаточно прозрачно просто играя на value то, что у нас играется на value добавляя туда какие-то подходящие блефы, а все остальное играть либо через check call, либо через check pass с капнутым диапазоном, да. То есть, ну, против пассивного оппонента мы в целом имеем право играть с капнутым диапазоном чек против агрессивного не имеем. Ну и соответственно, здесь я посмотрел более расширенную статистику на этого оппонента, принял решение что он достаточно агрессивный и против него я хочу защищать свой диапазон чека и защитил свой диапазон чека вот этими тусами. Бет я в итоге не получил. Ну тут я что-то пытаюсь посмотреть на его 400 раздачную статистику. Бет я не получил. Получил туза потерну. И мне не кажется, ну вот я его диапазон сейчас вижу примерно как куча... Вообще, как выглядит диапазон оппонента, когда он колет вот в таких вот позициях. За ним еще сидит два полуфиша. Да, кстати, я немножко не рассказал по цветовым меткам, но вот этот вот парень я уже после этой сессии понял, что он скорее всего не фиш, это либо бот, либо рек. Да, но за ним сидит вот этот парень 27 на 15. Не уверен я, что это вообще аргумент за то, чтобы ему иметь диапазон кола, да. Но если он его имеет, то скорее всего это какой-то бродвей и кармашки, коннекторы, вот что-то такое обычно люди колят в этих позициях. Я вообще противник того, чтобы колить в mp2 против ep3, хоть что-то, да. Ну, разве что если на блайндах сидят два фиша, и я подкалываю какие-нибудь четверки, да, что-нибудь такое. Но в этой ситуации я бы, наверное, на его месте имел просто 0% кола. Вот. Ну, из того диапазона, который я назвал, он немножко становится капнут на короля, потому что он не ставил по флопу. Плюс какие-то руки типа туздамы я очень сильно блочу, да. И из-за этого основой его диапазона становятся руки типа семерки, восьмерки. И я почти уверен, что он не поставит их в меня на терни, вот в такую карту, если он не поставил их на флопе. Ну, потому что это становится еще стремнее. Он просто потащит их на шелдал. Из-за этого я принял решение ставить просто очень маленькую ставку для того, чтобы хоть попытаться собрать каких-нибудь вот семерок, восьмерок, девяток, чего-нибудь такого. Да. Не прокатило. Ну, ладно. Студ Валет достаточно интересная ситуация будет. Сейчас я получил сквиз 15% от такого полуфиша. 46 на 37 может показаться, что он прям супер фиш, но если я его подметил полуфиш, он значит, скорее всего, так оно и есть. Это на более обширную статистику, да. И за мной сидит фиш 72 на 33, и вроде бы напрашивается кол, но вот что-то его сайзинг 15BB и мне играть в бутерброде. Ну, против фишей. Не знаю. Наверное, все-таки я до сих пор не уверен, на самом деле, хороший это кол или нет. С моей стороны Студ Валет. Я почти уверен, что для некоторых из людей, которые будут смотреть это видео, это просто будет инстакол. Да. Но мне вот что-то интуитивно как-то так не кажется. Некоторые решения в моей голове созревают чисто интуитивно, основываясь на опыте, да. Потому что сквиз 15BB от фиша это достаточно много все-таки. И это палево, да. То есть, если бы он засквизил там 13-12BB, я бы тоже нажал инстакол. А так, конкретно по этой раздаче я принял решение играть через пас. Так, здесь еще была ситуация с король-дамой против оппонента регуляра, у которого фолт на конбет 58% и бет без позы, в случае если я чекаю, 55%. Вообще, в целом, моя рука король-дама неплохая для того, чтобы чекать. Ну, наверное, я сначала расскажу хоть чуть-чуть, плюс-минус, да, в чем заключается моя стратегия, когда я играю в позиции как прихлоп-агрессор. Я ищу не причины для ставки, а причины для того, чтобы сыграть чек. То есть, по дефолту у меня всегда играется, ну вот, то есть, основополагающее решение это конбет, да. И не играю я конбет только в некоторых случаях, которые у меня в голове заранее прописаны. Вот, и один из этих случаев, это если у меня относительно диапазона фолда неуязвимая рука и оппонент не агрессивный на дальнейших улицах, да, то есть, он не станет меня выбивать. То есть, ну, например, вот здесь с король-дамы, если бы этот оппонент не был агрессивным, а бет по терну 55 и по риверу после этого 83, для меня это все-таки достаточно агрессивный, да. Если бы он не был агрессивный, я бы принял решение сыграть через чек свой король-дама, и если бы я получил второй чек по терну, я бы уже с намного более легкой руки вальюбетил его по терну, да, потому что я бы предположил, что большое количество сильных рук, ну, он просто капнется своим вторым чеком, да, и после того, как оппонент капается, у меня становится намного лучше вальюбет. Сейчас я не уверен, что у меня вообще есть вальюбет против человека, у которого фолд на конбет 58%, да. Вот. Но из-за того, что этот оппонент агрессивный, я не хочу, чтобы я сейчас с король-дамой сыграл, допустим, чек, да, он меня поставил бы по какие-нибудь там, не знаю, 8-7 красный по терну, да, расценив мой чек как слабость, естественно. И мне бы пришлось выбрасывать либо по терну, либо по риверу, короче, это не та рука, с которой я хочу здесь блевкечить его две улицы. Вот. Поэтому я принял решение все равно играть от конбета. на третьем столе ситуации еще с туз королья по 3-бетел какого-то тоже полу-фиша, но это вот тот же самый фиш, но тут разные, разная статистика из-за того, что, из-за того, что это 9 макс тол, а здесь 6 макс тол, она отдельно набирается. вот, на флопе сыграл через чек, ну, в целом, против хиша с туз король можно по флопу сыграть и через value bet даже, да, подобрать файзинг таким образом, чтобы он не смог выбросить никакие свои оверкарты, да, там, все бродвеи должны колиться в таком сузуще. Если я поставлю, допустим, что-то типа 4 блайнда в банк 14, если он не агрессивно рейзящий фиш, то это была бы неплохая линия, просто конбет флопа, мелкий чек терна и принятие решения обле в кетчинге по риверу, если в меня прилетит ставка, если не прилетит, то на супер сухой доске какой-то можно еще один value bet даже какой-то очень маленький сыграть. Вот, но в этой ситуации я решил играть через чек, возможно, потому что я хотел спровоцировать этого фиша на агрессию, потёрну, если у меня была дополнительная какая-то информация по нему, да, ну, потёрну, когда я получаю такую ставку, это просто никогда не фолд, чисто, во-первых, по тотсам, да, у меня 6 живых аутов против него, во-вторых, у него по-прежнему остаются руки типа дама 10, король дама, король 10, 8-7, 10-8 и так далее. Ну, я предполагаю, в его диапазоне 10-7, 10-8, 8-7, возможно, реже, да, потому что я всё-таки прибетил его раннюю позицию, но я не уверен, что он это знает вообще, что он на ранней позиции сидит. Вот, с король дамы я получил рейс, и там у оппонента был рейс конбета 8%, и в такую доску, с такой рукой я не вижу способа, как я могу дальше защищаться против этого. С 8-9 на последней, на последней, на последнем столе это просто конбет, потому что нет причин сыграть чек. Как я уже говорил, что у меня изначальное решение это конбет всегда, да, ну и в такую доску против этого оппонента, у которого, ну, на не очень большую выборку, да, но всё же, на 350 рук венту шоу даун 25, я просто не вижу никаких других вариантов, как мне разыграть эту раздачу. Пуш от фишасту с король на третьем столе получил инстапасс, на втором столе, как я уже сказал, здесь у человека рейс конбета 8%, и в такую доску, ну, я никак не могу защититься. Даже если он в меня тут блефует с каким-нибудь король валет картой в масть, ну, мне нечего делать просто. Я никак не могу против этого защититься. Но конбет мне всё равно нравится. Да, кстати, у этого полуфиша в итоге по такому сайзингу туз король как раз и оказались. То есть, возможно, я правильно прочитал его сайзинг. Вообще фиши достаточно сильно палятся сайзингами. На это обязательно, просто обязательно нужно обращать внимание. А ещё лучше, чтобы была какая-то информация у вас в худи просто по сайзингам фиша. Ну, а фиш 72 на 33, конечно, красавчик. 10-6 подколил. Попал в трипс и забрал кучу денег. Молодец. Да, возможно, вы заметили, я играю... Ладно, об этом потом. С 8-6 подколил этого же фиша на префлопе. Он открывался 2бб. Я думаю, это хороший кол против такого оппонента. 72 на 33, тем более, что вышел вот такой вот терн. Это очередной аргумент за то, чтобы колить префлоп такие руки. Я не получил конбет, что достаточно странно от этого оппонента, учитывая то, что у него в целом конбеты достаточно высокие. 72-73 процента. 72 флоп, 73 терн, да. Я, конечно, хотел бы, чтобы он всё-таки поставил. Но он не поставил. У него went to showdown 44. И, конечно, можно было бы попытаться спровоцировать его на отложенный конбет, да. Так как он, помимо того, что телефонистый, ещё и агрессивный сам по себе. Но всё-таки 42 это не так много, да. И мне сложно сейчас придумать руку, с которой он сыграл чек по флопу. И сейчас заколит мой чекрейс по терну. То есть мне легче сыграть просто value bet против него. Потому что я знаю, что он телефонистый. У него went to showdown 44. И на такой доске я предполагаю, что он по терну может отколить даже руку какую-нибудь типа валет 9. Ну вот просто потому, что ему захотелось там. Или туз, не знаю, там 3. Ну туз 3 это вообще гадшот. Это двойной гадшот. 15 для него. Вот. Дальше я посмотрел на то, насколько тот оппонент эластичный. Сейчас вы это увидите. Да. Эластичность фишей. Ну и вообще, наверное, больше даже эластичность нужно смотреть у регов. Да. Ну конкретно этот оппонент, как мне кажется, не сильно эластичен к сайзингу. То есть он первое, ну он видит единственное, что это bet. А какого размера bet для него это дело там десятое. Да. Ну и поэтому, так как у меня value рука, естественно, я хочу ставить побольше в такой ситуации. Даже немножко подкрутил. 87 процентов поставил. Получил инстакол. Я думаю, вы это заметили, да. И инстакол вообще от фиша. В целом, тайминги, во-первых, тайминги фишей дают нам много информации. Достаточно, да. А во-вторых, из-за того, что фиши играют мало столов, мы можем давать им какую-то информацию нашими таймингами. Да. И в этой ситуации, когда я получаю инстакол по терну, есть у меня такое наблюдение, что после того, как фиши инстаколят по терну, можно ставить в них еще раз прям вот инста. Инстабет. Для того, чтобы не давать ему как будто времени на подумать. Да. То есть, я бетон кол. Я бетон кол. Замечаю я такое за фишами достаточно часто, если они применяют вот это вот инстакликинг, когда я не успел поставить, а он уже заколил. Да. И в этой ситуации я тоже это заметил во время игры. И из-за этого, несмотря на то, что пришла достаточно страшная карта для него, я хотел, чтобы, ну, вот именно стригерить его вот этот вот инстакол без обдумывания. Да. И поставил достаточно быстро второй раз. Вот. Но в этот раз это не прокатило и он выбросил. Очень жаль. Вот. Но в целом, если бы я принимал решение как бы более взвешенное, я даже не знаю, какую руку я бы хотел у него сейчас таргетить. Хотел, возможно, вот видя его эластичность на мелкие сайзинги, да, там на полпота, например, насколько мало он выбрасывает. Вот. Ну вот здесь это видно. Фолд на конбет от полупота до 60%. У него фолд на ривере на бет 15%, да, на две трети 11%. Ну, тут, ладно, 9 сэмплов. Но в целом это достаточно информативно, да, то что он вот на такие вот средние ставки выбрасывает прям очень мало. И, возможно, это мне говорит о том, что он способен в этой ситуации заколить вообще туз хай, да, здесь по риверу. Вот. И, скорее всего, мне с моей стороны нужно было именно эту часть его диапазона таргетить и ставить тогда вот как раз такую ставку, которую он почти всегда откалывает. Вот. Вот. Ну то, что я попытался его стриггерить вот этим инстабетом, мне тоже нравится. Поэтому ни о чем не жалею. Так. С валет 10 у меня была мысль, чтобы подсклизить это все дело, но регуляр, который открывается из ранней позиции, у него достаточно маленький фолд на три бет. Ну, тут, правда, 25% на 12 сэмплов, да, то есть у меня не очень много информации, но в целом такую руку, как валет 10, мне не очень хочется склизить, понимая, что я почти всегда получу колл отсюда. И отсюда в догонку я получу колл тоже в 90% случаев, и я окажусь в огромном банке, в три вейпоте. Ну, да, с фишом, но с не очень хорошей рукой, да. Мне будет сложно без позиции против двух оппонентов разыгрывать эту руку. Поэтому я просто захотел обратить внимание, ну, обратил внимание на то, как часто склизит меня оппонент на большом бланде. Ну, в целом, на самом деле, мне кажется, что это было даже близко к лишнему. Я не представляю, какой сквиз должен быть у человека на ББ против ранней позиции для того, чтобы я сейчас отказался от колла с валет 10 и просто сыграл пас, да. Потому что просто в раздаче уже есть фиш 72 на 33 с вентушоуданом 44 и огромным лузерейтом, да. То есть даже если бы у рега сейчас был сквиз какой-нибудь 20% актуальный, то есть я бы понимал, что в 20% случаев он меня засквизит, я бы все равно подбил, потому что мне кажется, что в этом колле против рега и фиша, ну, в основном за счет фиша, конечно же, у меня прям очень много вэлью. В борт я никаким образом не попал и никакие варианты, кроме как сдаваться, я здесь не рассматриваю. Ну, по флопу, по крайней мере, потому что у одного вентушоудан 34, у второго 44 и выбивать здесь их на такой доске без руки, это для меня близко к самоубийству. Вот. Ладно, я думаю, вы заметили, что я играю на Покер Кинг. Вот. Мне кажется, что это очень прям классная площадка, я сделал свой выбор в пользу Покер Кинг, наверное, года два назад. Вот. По нескольким причинам. Во-первых, здесь поляна в целом помягче, чем на Старзах тех же. Во-вторых, рейкбэк прям очень хороший. Ну, так как я играю не очень много и больше там 6 столов, что-нибудь такое, для меня рейкбэк это прям не первостепенное, но в целом приятно какие-то там плюшки в конце месяца тоже получить. Вот. И... Если вы не знаете, в каком руме играть, то я бы вам прям советовал Покер Кинг, особенно на лимитах там NL 10, NL 25. Да вообще, по сути, на всех лимитах. Ну, я даже на NL 400 600 1к себе в топовое время набирал достаточно легко игру. Вот. И, кстати, если вы от Пекарь Стаса отыгрываете больше 300 долларов рейка, то можно получать еще дополнительный рейкбэк там на про-сделках. Вот. Так что, обращайтесь, ищите информацию на Пекарь Стаском. Там можно получить еще некоторые плюшки. А это всегда приятно. Вот. С королями я здесь размышляю по поводу того, меня 3-бетнул человек на СБ, короткий, и, в принципе, я думаю, что у 95% из вас, кто смотрит это видео сейчас, не было бы никакого вообще решения здесь, кроме как пуш. Да. Но я вижу просто, что у человека 17% рейндж 3-бета, да, что уже само по себе достаточно много. Плюс он все-таки выбрасывает на 4-беты, да. Но главный аргумент для меня за то, чтобы сыграть, ну, вот если бы вот этот парень Open 4-бет не сыграл, да. Главный аргумент для меня за то, чтобы сыграть здесь через колл, а не через пуш, это вот эти вот статы. У него конбет-флопа 83% и потом еще конбет-терна 75%. То есть я предполагаю, что он достаточно часто мог бы просто на пофиг меня два раза бет-флоп, пуш-терн, погнали, да. Ну, там вообще по какому-нибудь туз-хай непонятно чему, да, или гад-шот запихать в меня, который он точно выбросит на префлопе. В целом, мне кажется, что если бы я здесь сыграл колл с королями против его 3-бета, без этого Open 4-бета, это было бы прибыльнее, чем играть через 4-бет пуш сразу. Вот, на эти вещи желательно тоже обращать внимание. Вообще, чем большее количество вещей во время игры вы обращаете внимание, тем лучше это для вас. То есть вы можете искать какие-то варианты более прибыльные там, где обычный игрок, который играет шаблонно, скажем так, этих вариантов просто не видит. То есть он знает, что с баттона он пихает королей. Ну и все, и дальше пихает королей. Вот, ну я получил Open 4-бета, и против Open 4-бета особенно я понимаю, что, ну, ладно, это все-таки фиш, да. Но если бы это был рек, то его Open 4-бет тоже мог бы быть чуть более широким, чем по дефолту, из-за того, что просто SB 3-бетит 17%, да. И, то есть, он понимает, что, и я понимаю, что его Open 4-бет может быть широким, и если я пихну в него сейчас королей, то он может меня там вколить по каким-нибудь там десяткам даже, да. Потому что его Open 4-бет тоже выглядит достаточно широким. Но это фиши, как бы, Open 4-бет от фиша, это практически всегда топовый диапазон, да. Дамы плюс туз-король, и против этого диапазона у меня есть Value 5-бет, потому что я думаю, что он никогда не выбросит ни Дамы, ни туз-король, да. Ну, в появися тузы, в появися тузы, ничего страшного. Да, вот. И сейчас я собираюсь научить вас самому главному вообще в покере. Это тащить один аут на ривере. Внимательно смотрите и учитесь. Вот так вот это делается. Обращайтесь на частные тренировки. Я научу вас. Тащить один аут на ривере. Да, пока ничего не происходит, я сделаю более быструю перемотку. 4х. Надеюсь, это будет затишье перед бурей. А может просто вырежу вообще этот момент. Разбачиваем. Разбачиваем. На первом столе. Сдам опять. Ну, такой нестандартный, конечно, изолейт. Да. Но. Не уверен я на самом деле до сих пор, что он крутой. Но у меня есть некоторые причины для того, чтобы так сыграть. Но сейчас более детально углубляюсь в его статы. Все-таки. Да. Не уверен я, что он крутой. Ну, во-первых, что меня сподвигло на этот рейс. Это LimpFold46. Да. И LimpCold41. То есть я не очень часто буду получать от него Limp3Bet. Это уже само по себе неплохо. Получить Fold от него в 46% случаев. Дальше, что меня соблазнило, это вот это вот число 64, да, потерну. Но это, во-первых, 11 сэмплов. Во-вторых, он рейзит флоп 26%. И это уже очень много. Прям очень. Да. То есть это будет усложнять мне игру на постфлопе значительно. Вот. А еще один дополнительный аргумент, это то, что у этого человека общий в Antushowdown 27%. Вот здесь это видно. Но в целом, по совокупности факторов, сейчас мне не очень нравится изолировать такую руку, как Dama 5 разномастная. Все-таки это как-то слишком слабо. Вот. Так что это, наверное, все-таки была ошибка. Но, может, я просто повыпендриваться хотел перед учениками. Смотрите, как я тут на L200 даже Dama 5 изолирую. Ну, выбросил и ладно. Замечательно. Вот здесь вот, например, я, наверное, сейчас обращу на это внимание. То, что даже с такой рукой, как 9-5, можно рассматривать лимпы на SB. То есть вот этот конкретно оппонент очень плохо защищается, когда он на BB и против него лимпят. Во-первых, он изолирует сам 26% только. Это прям очень мало. А, во-вторых, фолдит на бет, если вот я сыграл лимп, он сыграл чек, и после этого я в него поставлю, он фолдит на бет 62% прям на плепе. Учитывая то, что мне фолд-эквити нужно, если я ставлю 1 BB в банку, 2 BB, 33. Да? Ну, по сути, вот такой вот своей стратегии он дарит ему деньги. Вот, и даже с рукой 9-5 я могу просто играть через лимп и забирать его деньги. Так это делается в покере. OpenRaised Fish. У него OpenRaised 45% из этой позиции. Я думаю, это достаточно легкий 3-бет против него. Возможно, я недостаточно хорошо продумал сайзинг, потому что можно было бы 3-бет найти побольше, учитывая то, что... Ну, хотя ладно, это недостаточно информативная статистика, но он выбрасывал... Ни разу не выбрасывал на 3-бет вообще, ни разу не 4-бетил из этой позиции. Вот, получил от него донг сразу же. Ну, сейчас я открою поп-апы, там посмотрим более детально, что это такое, да. Во-первых, он сам по себе достаточно агрессивный парень. У него ВВСФ 47, а когда у человека в ПИП 72 и ВВСФ 47, это можно сказать, что прям вот очень агрессивный, да. Во-вторых, бетфлопа 60% по всем ситуациям. Сейчас еще, наверное, глянем еще его донги. Так, это не то. Вот, донг у него 37%. И что немаловажно, что после того, как он играет донг по флопу, он ставит по терну 33%. То есть, ну, не очень... Ну, опять, выборка у меня, конечно, не супер классная, да. За 6 сэмплов, но в целом это дает мне надежду на то, что я иногда смогу бесплатно посмотреть, ну, либо бесплатно посмотреть ривер, либо начать его выдавливать. Ну, хотя вряд ли я буду его выдавливать вообще, человек из фонки шелдаун 44, да. Мне все-таки хочется дотянуть свою руку дешево до ривера, потому что на такой доске я от него ожидаю донги. Ну, сейчас я вот наведу на донке вообще, что он донкал до этого, да. И там будет видно, что, ну, какие-то туз-хай, просто лоу-покет-пэйеры, да, просто лоу-пэйеры, которые я иногда перееду, иногда... Ну, ладно, я их никак не выбью, наверное, все-таки не собираюсь этого делать. Да. Но все равно колл мне нравится, мне все-таки нужно 25% на колл, иногда я буду доезжать с своего туза или валета, это будет прям... И у меня будет очень много потенциальных потоксов против него, потому что у человека просто в энту шелдаун 44, да. Иногда я буду дочекиваться против его каких-то туз-хайов слабее, или вообще там какой-нибудь там король 10, да. Короче говоря, все это в совокупности... И я в позиции еще, да. То есть все это в совокупности делает мой колл хорошим, как мне кажется. По сайзинку там еще что-то посмотрел. Да, ну потернул, когда я получил второй раз бет, это достаточно легкий пас все-таки. Второй раз коллить, когда еще девятка доехала, там какие-то новые флэш-дро. Поехали, выблифуют меня еще на ривере. Короче, да. Но это не делает мой колл флопа хуже, потому что я предполагаю, что этот бет потерну, я буду получать не очень часто от него. Так, опять затишье. В целом, мне кажется, я справляюсь со своей задачей, да. То есть мне не нужно было вам показать сейчас какие-то суперкрутые мувы, суперсложные раздачи. Я хотел показать вам, как я мыслю. Я вообще, ну в целом, я думаю, вы знаете, что по мышлению регуляры делятся на... Ну не то, чтобы делятся, можно играть, конечно, по совокупности, но в целом, да, делятся на ГТОшников и эксплойтеров. И в моем понимании эксплойт до лимитов там НЛ-1000 намного важнее, чем ГТО. Прям вот намного. И умение эксплуатировать лики регуляров, умение подстраиваться оптимально под фишей, это намного более важный навык, чем прокачка ГТО, когда ты играешь там на НЛ-100, допустим. ГТО хороша против оптимальных оппонентов, но оптимальных оппонентов на НЛ-100 просто нет. Их ровно ноль там. Так, что я сделал с ТУС-4? Ну, хорошо. А то у меня что-то появилось, где я может подколить под двух фишей, но хорошо, что я принял правильно решение. С тройками раздача интересная получилась. Опять, та же самая ситуация, что, ну, в целом, как бы, кол на СБ это такая себе идея, да? Но за счет того, что в банке уже есть человек, который прям, ну, супер заливной, и у меня рука, которая потенциально будет хорошо попадать в нацию, мне, по сути, неважно, насколько часто будет сквизить вот этот вот оппонент, да? Потому что, ну, в разумных пределах, конечно, если он сквизит 70%, да? Ну, тогда я не буду колить тройки. Но ему очень сложно сквизить с такой частотой, чтобы мне стало невыгодно колить тройки вот под этого оппонента, да? Поэтому я здесь с тройками буду играть все время кол. Я даже, по-моему, не посмотрел, сколько там этот парень сквизит. Вот, сразу попал в тройку, и в этой ситуации можно разыгрывать, на самом деле, против такого фиша двумя способами. Можно разыгрывать агрессивным способом, можно разыгрывать провоцирующим способом, да? И я, если честно, не знаю, какой способ конкретно сейчас против него лучше, потому что, с одной стороны, это все-таки 3-вей пот, и, возможно, в 3-вей поте он будет ставить не так часто, как в обычных. Но, в целом, у него конбет 70%, конбет в мультивей потах у него 55% за 11 сэмплов. И, возможно, возможно, мне стоило бы сыграть эту раздачу через домик. Я еще посмотрел, насколько агрессивно вот этот вот оппонент будет играть в позиции, да? Но он и в целом так поставит в позе 39%, просто на то, что не очень много. А в мультивей поте вообще 8, как бы, ну, за 13 сэмплов, но... В любом случае, агрессивно против человека, который играет в R2 Showdown 44, вряд ли он будет играть, да? То есть, даже если у него будут какие-то дрова, возможно, он будет пытаться их дотянуть чеками спокойно, да? Потому что понимаешь, что от этого парня он колы вряд ли, ой, фолды вряд ли получит. У него фолды кит все близко к нулю. Вот. Да, и из-за этого, наверное, вот конкретно сейчас мне больше нравится играть через дом. Эту ситуацию, чтобы сразу начинать собирать белью с каких-нибудь... Ну, причем еще доска такая, на которой вот этому конкретному фишу достаточно сложно будет выбросить руку типа дама 10 просто. Потому что это две оверкарты. Потому что он просто колл. Вот. Но я сыграл чек. Мне сейчас кажется, что это ошибка. Ну, ладно. Получил от него инстапотбет, что не может вообще не радовать меня с такой... С такой рукой особенно. И еще более меня радует то, что его подбет это не дефолтная игра от него, да? То есть у него в основном ставки идут треть пота, и это видно, да? То есть у него всего бет 60 и 55 из 60 он ставит треть пота, еще 4 он ставит четверть пота, да? И остальное вот это вот раскидывается вот здесь вот, ну, получается немножко больше в сумме. Но не важно. Короче, это для него очень не дефолтная ставка. И это говорит мне о том, что он достаточно силен, несмотря на то, что у него здесь какие-то еще остаются, ну, чисто по диапазону, по наполнению. Вот здесь видно, что иногда он большие ставки ставил с блефом. Вот. И еще, что меня достаточно сильно радует, это то, что... Сейчас я отмотаю немножко назад. То, что после того, как он ставит такую ставку, он ставит потерну два раза из двух, да? Опять не очень большая статистика, но все равно я могу принимать это на внимание, когда принимаю решение о том, играть через кол или через рейс. Вот. На самом деле, сейчас мне опять что-то не нравится, как я сыграл, потому что в этой ситуации я сыграл через кол. Именно вот соблазнившись на то, что он достаточно часто будет продолжать. Но если подумать о его диапазоне в целом, с которым он может так играть на такой доске, этот диапазон достаточно уязвим к картам потерну, да? То есть, ну, он может, например, восьмерку какую-нибудь так поставить или руку типа десяток, да? Если выйдет потерну оверкарта, есть вероятность, что он просто не продолжит. Ставить. Еще раз. И поэтому... Или, например, если у него... Если выйдет флэш, да? Это тоже для него будет страшно. Ну и для меня еще до кучи это тоже будет страшно. Вот. То есть, наверное, все-таки в этой ситуации игра через рейс была бы... Была бы круче. Вот. А я сыграл через кол. Вторая ошибка за одну раздачу с фишом. Это очень плохо. Вот. Ну, в целом, мне кажется, мне повезло с карты терна. Она как бы не пугает его, не пугает меня. Почти, да? Он ставит достаточно быстро еще раз. И опять достаточно много. Вот. Но тут я уже решил не церемониться с ним. И зарейзить. Так. Раздачу с клалышем я потом разберу. Она тоже, как мне кажется... Ошибочная. Которая на третьем столе. Сейчас мы посмотрим раздачу с фишом. Хотя там уже досматривать, в принципе, нечего. Рейс, лин, кол. 8-6. Погнали. Еще и затащил. Вообще отлично. Так. Затача с клалышем. Получил OpenRace. 3BB. Ну, тут 5, я думаю. Кол. Изи. Единственное, что меня немножко смущает, это то, насколько много он баррель. Да, у него баррелинги по улицам 59, 65, 75. 75 по риверу. Это очень нетипично для наших лимитов. Обычно люди к риверу сдаются. Вот. Получил combat от него. Треть фото, я так понимаю. Ну, здесь у меня, я думаю, по крайней мере по флопу один вариант. Конечно, не очень хорошо то, что я не посмотрел более детально его статистику. Но я думаю, что я больше был занят раздачей с фишом на первом столе. Потому что, ну, как я уже говорил, игра против фишей – это приоритет номер один вообще. Когда мы играем в покер, если у меня есть две сложных ситуации, одна из ней с фишом, еще и в таком большом банке. Да, то есть вся моя концентрация будет направлена сюда, и я с этим связываю то, что я здесь даже статистику не посмотрел. Просто жмякнул укол против него. Против Клаудюша. Получил я от него второй combat достаточно ожидаемо. Вот. Но combat этот был треть фото. И сейчас посмотрим, как я на него отреагирую. Посмотрим, что там у него в статах поищу. Потому что на терне уже не посмотреть в статы, особенно, когда у тебя ставят треть фото. Это непростительно, на мой взгляд. Вот. Парень... У человека, когда он ставит треть фото... Да, у него получается две стандартные ставки. Треть фото и четверть фото. И четверть фото намного слабее, чем треть фото. А я, наверное, это воспринял как-то по-другому. Когда он ставит четверть на терне, у него фолд на рейс 77%. А когда он ставит треть по терну, у него фолд на рейс 38%. Да, то есть здесь еще и в этом ошибка. Но здесь, скорее всего, я просто миссриднул. Потому что я посмотрел на маленький сайзинг, увидел, что в маленьком сайзинге вот это вот. Потому что обычно минбета вообще нету у оппонента. Так, короче, здесь со всех сторон ошибки. Наверное, я немножко поплыл уже в этот момент. Две одновременно разачи сыграл, и две из них не очень хорошо. Вот. Но в целом, если предположить, что его диапазон ближе вот к такому, чем вот к такому, да, в его маленькой ставке очень много блефа, то мне больше нравится играть через колл терна и рейс по риверу, если я получу ставку. Да. Потому что если я играю колл терна, и он, допустим, ривер не доблефовывает, тогда у меня есть шанс забрать с 5 просто банк на шоу-дауне, да. А если он ставит третий раз, то я могу просто в него запушить. То есть, это будет, во-первых, выглядеть страшно. Всегда пуш на ривере, рейс пуш на ривере, это всегда страшно. Во-вторых, у него диапазон сам по себе, блин, очень широкий, да. Когда человек открывает 54, потом ставит конбеты 60, 65, 75. Ну, блин, ему будет просто невероятно сложно защитить свой диапазон на пуш. Плюс, как бы, я вижу, что у него конбет фолд 57. Это тоже отличный аргумент за то, чтобы доблефовать, ну, пушнуть у него на ривере. Плюс, можно, конечно, было бы еще посмотреть на то... На то, как он в целом играет бетфолд по риверу. Вот. Но я сыграл рейс по терну, я соблазнился на вот этот вот слабый диапазон и высокий бетфолд, наверное, да. А по риверу, когда приехала шестерка, это для меня не очень хорошая карта, потому что, например, некоторые мои доперы, как дама 5, 10, 5, становятся уже не доперами. Шестерки у самого у меня в диапазоне рейза почти никогда нет, да. Дама 10, непонятно, буду ли я вэлью пушить. Ну, скорее всего, буду, да, но, как бы, в целом это делает мой вэлью диапазон намного уже. Вот руки, которые я могу сейчас... Король-дама, туз-дама у меня просто в диапазоне нету, да. А дама-валет я уже вряд ли буду пихать, просто из-за того, что у него туз-дама, король-дама, тузы-короли есть, да. И это такой уже пуш не на вэлью получается, да. И из-за того, что вот на такой карте ривера у меня становится достаточно мало вэлью пуши в диапазоне, я, короче, пристал в него блефовать еще раз. Несмотря на то, что статистика мне говорила о том, что это делать в целом можно. Да, здесь я, наверное, понял, что я затупил, когда вот мышкой поводил вот здесь вот, на том, что все-таки потерну, он поставил треть пота, и это вот этой вот полосочке касается, да. И это, кстати, тоже аргумент за то, чтобы не даблефовывать ривер. Сейчас может откроет его эти... Бэтфолт общий по риверу у него 60%. То есть, да, короче, мне нравится план, который у меня вот сейчас вот созрел, как бы я разыгрывал эту раздачу сейчас. Это кол флопа, кол терна, и если он ставит ривер, я играю пуш, если он чекает ривер, то я забираю, ну, возможно, забираю. Короче, шоу-даун смотрим. Может быть, иногда выиграю. Вот. Но я сыграл чек, он показал даму валет. И я сыграл эту раздачу плохо. Вот. Ладно. Всем спасибо за внимание. Час подошел к концу, как раз ровно час. Надеюсь, вам понравилось это видео. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал. И мне будет очень приятно, если вы будете оставлять свои комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. И вопросы по раздачам тоже приветствуются, я по возможности буду на них отвечать. Все. С вами был Игореха13. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok